Здравствуйте дорогие друзья! В сегодняшнем нашем обзоре мы хотели бы рассказать вам о новой подсистеме от компании SMOUNT под названием PASITA. Устройство поставляется в довольно большой и симпатичной упаковке. На лицевой стороне располагается логотип компании, название устройства и изображен сам мод. На противоположной стороне указана комплектация. Открываем крышку и отгибаем крылья. Под ними лежит сам мод, инструкция, гарантийный талон и сертификат качества. Под ними расположился кабель USB Type-C и сменный испаритель на 1,4 Ома. На крыльях указана инструкция по замене испарителя и инструкция по использованию самого мода. Перейдем к внешнему виду и начнем сверху. На вершине картриджа расположен дриптип из эпоксидной смолы, выполненный под цвет вставок на самом моде. Удерживается он на двух орингах, расположенных на заправочной крышке. Что касается заправки, она удобная, но лучше всего использовать флакон с тонким носиком. Рядом с крышкой заправки размещен слайдер, регулирующий тугой затяжки. Вынув картридж из батарейного блока в нижней его части, можно найти магнит, благодаря которому картридж удерживается в моде. Сняв магнит, получаем доступ к испарителю. Смаунт предлагает нам испаритель с сопротивлением в 1,4 Ома для тугой затяжки и сопротивлением 0,6 Ом для свободной. И конечно же, изюминкой этой подсистемы является возможность использования обслуживаемой базы, которая приобретается отдельно. Батарейный блок с обеих сторон украшают глянцевые цветные вставки, которые по заявлению производителя являются износоустойчивыми и не оставляют на себе отпечатков пальцев. На лицевой стороне, помимо небольшого логотипа компании, расположено 5 индикаторов, сигнализирующих о заряде аккумулятора. На левой грани находится кнопка Fire и кнопка, отвечающая за изменения мощности устройства 10, 13, 16, 20 и 25 Вт. Там же расположен USB Type-C порт для быстрой зарядки встроенного аккумулятора емкостью 1100 мАч. Внутри корпуса спрятан фирменный чип Ant с быстрым отликом и стабильной мощностью, даже при низком заряде аккумулятора. К положительным сторонам по сито можно отнести его дизайн, хоть это и дело вкуса. Многим все же нравится подобное решение. В копилку плюсов идет возможность регулировки мощности и затяжки, возможность использовать обслуживаемые базы, неплохой аккумулятор и порт USB Type-C с быстрой зарядкой. Порекомендовать эту подсистему можно любителям стильных устройств, желающих сэкономить немного средств на расходных элементах. Спасибо за просмотр, с вами был СигаретнетБай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании.